Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти С 1 июля этого года все ввозимые в Россию поддержанные автомобили придется загонять на осмотр в специальные испытательные лаборатории, пока это делается дистанционно. Только так можно будет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Как рассказали в Росстандарте, нововведение обусловлено тем, что примерно каждый десятый ввозимый к нам автомобиль представляет собой так называемый конструктор. Немало и утопленников. Какова будет стоимость процедуры, пока неизвестно. Трасса 101 Снова зашла речь о том, чтобы создать в России электронную медицинскую базу данных водителей. Цель исключить из водительских рядов, в том числе алкоголиков и наркоманов. Сейчас якобы у ГИБДД нет возможности оперативно проверять, состоит шофер на учете в наркодиспансере или нет. Современная ситуация такова, что под наблюдение нарколога попадает только каждый пятый нетрезвый водитель. Это те, кто соглашается пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении. Трасса 101 В тюрьму за ДТП с тяжелыми последствиями или повторную пьянку за рулем в России попадают в основном мужчины. По данным научного центра безопасности дорожного движения, в прошлом году их было почти 97% от общего числа осужденных, а общее количество 63 тысячи. В основном речь идет о гражданах в возрасте 30+, не обладающих постоянным источником дохода и имеющих среднее профессиональное образование. Трасса 101 Слухи о бешеных заработках таксистов не подтверждаются результатами исследования, опубликованного изданием «За рулем». В среднем 45 тысяч рублей в месяц, и это в Москве. Столичный извозчик, правда, может получать и больше, раза в два, но только если будет работать на износ. В городах поменьше таксисты якобы получают в среднем 30-35 тысяч. Поездка на такси в столице обходится в среднем в три раза дороже. Трасса 101 А компания «Ауди» подтвердила, что через пять лет будет выпускать новые модели только с электрическим двигателем, а полный отказ от традиционных моторов немцы запланировали на 2033 год. Весной этого года автопроизводитель прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания. В ближайшие несколько лет он будет заниматься доработкой существующих агрегатов. Добавлю, самым дешевым представителем немецкой марки в России сейчас является седан А3. Цены на него начинаются с отметки 2 миллиона 610 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok